Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами на одну очень злободневную тему. Это дефицит фосфора у томатов и у других растений. Особенно дефицит фосфора часто проявляется в процессе выращивания рассады, а также в защищенном грунте, там, где не используются хорошие фосфорные удобрения, включая растворимые формы фосфорных удобрений. Суперфосфаты также. Также не проводятся мероприятия по мобилизации фосфора в почве, будь то с помощью органических кислот, таких как уксусная или лимонная, или же с помощью фосфатомобилизующих бактерий. У нас есть видео на канале об этом. Кроме того, действительно, периодическое внесение фосфорных удобрений значительно снижает риски. Вот недостаточности фосфора. Существует три основных типа нехватки фосфора у растений. Это элементарная нехватка. Тогда, когда фосфора попросту не хватает в почве. Второй тип фосфорного голодания. Это когда фосфор есть в почве, но он недоступен растениям, тогда вам надо предпринять усилия для мобилизации этого фосфора. И третий тип это тогда, когда растениям холодно. Если растениям холодно, у них нарушается всасывание фосфора. Несмотря на то, что фосфор присутствует в почве и присутствует он в доступных для растения формах, все равно фосфора не хватает. Фосфор очень важен для растений. Он входит в состав нуклеиновых кислот, ДНК, РНК. Он входит в состав особых энергетических молекул, которые называются АТФ, и в нашем организме этих молекул навалом, поэтому и нам, и растениям фосфор очень важен. Фосфор проявляется как недостаток фосфора в листьях, именно усилением вот такой вот фиолетовой антециановой окраски. В этом случае листья меняют свою пигментацию, часто жилка становится более фиолетовой. Ну, как бы там ни было, поверхность листа делается ненормального фиолетового цвета. Поскольку фосфор не очень-то подвижен в листьях, страдать в большей степени начинают старые листья, где истощились запасы минерального фосфора, его уже не хватает. И точно так же постепенно вверх-вверх-вверх по ярусам наблюдаются вот эти дефицитные состояния. В случае сильного фосфорного голодания верхушка становится темно-зеленая. Это тоже один из симптомов фосфорного голодания. Если вы заметили такие симптомы на ваших растениях в этом случае, немедленно подкормите их фосфором. К сожалению, вот эти вот листья с симптомами фосфорного голодания уже не восстановят свою нормальную окраску. Поэтому чем раньше вы начнете обеспечение растений фосфором, тем будет лучше. Тем самым вы минимизируете потери от вот такого вот фосфорного голодания. Ну что можно использовать? Конечно, надо вносить суперфосфат в почву, как основное внесение правила у нас есть по суперфосфату, по приготовлению быстрого фосфора на основе суперфосфата. Если вы используете костную муку, обязательно используйте также всевозможные фосфат-мобилизующие бактерии. Посмотрите на нашем канале специальный ролик об этом. Кроме того, богатое обеспечение органикой почвы является значительной степенью профилактики фосфорного голодания. Фосфор особенно нужен растениям на начальных этапах развития, а также во время цветения и начала образования плодов. Не пропустите эти критические этапы насыщения растений фосфора. Проведите фосфорные подкормки для того, чтобы получить богатый и здоровый урожай. Что ж, на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, что вы с этой проблемой не столкнетесь, но если столкнетесь, то сразу же определите ее по вот этим симптомам. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего!